Приветствую, друзья! Вы находитесь на канале Ольга Лепатова «Жизнь как путешествие». А я нахожусь на балконе своего апартамента, который мы сдаем приезжающим отдыхать на море. И у нас есть задача. Нужно поставить москитные сетки. И, конечно, хочется это сделать как можно экономнее, но и качественно. Так у нас еще и высота проема разная. Здесь 210, здесь 211 получается. И вот как из одной москитной двери нам удалось сделать две, мы вам сейчас расскажем. Так что оставайтесь с нами, если, конечно, вам это интересно. Нам как-то сказали, что можно собрать по своему размеру. Даже вот вроде вас покупали у нас соседи. Саша, вы покажи. На липучках как-то. Типа это. Ну это... А берете? Ну да, и вот между ними магнитное вот это вот. 71, 71, 71, 71... Ну, 70... А, это что-то можно... Так, а это пластмасса или это... Пластмасса. Пластмасса. Ну а что еще может быть, скажешь, пластмасса? Да. Хорошо, спасибо. Сейчас мы изучим внимательно. Вас не будем задерживать. Ну что, там разобрался? Да, ну вроде тут все понятно. Фибромрежа-то сия пылок и мрампа-то, и сия защитила сгуменя шну. Шну. И вот этот ролик прямо в комплекте. Да, очень удобно. Там, кстати, акция была. Его в комплект в подарок давали. Ого, установили. Ну-ка, открывай. Вперед! Ну что, вот такая дверечка. Но двери-то у нас на балкон выходят две, из спальни и из гостиной. Цена одной двери в магазине 40 левов. Если бы мы обратились в специализированную фирму, то одна дверь вместе с установкой обошлась бы нам в 40 евро. Один евро – это два лева. Ну, а поскольку сборку и установку мы проводили самостоятельно, то за 40 евро мы смогли приобрести две двери. Биас! Ну, вот так у нас и получилось. Две москитные двери вместо одной. Так что многое можно сделать, если руки из правильного места растут. Биас! Субтитры подогнал «Симон»!